Спорткомплекс СМУ стал ареной восточных единоборств. На татаме сошлись юноши и девушки от 7 до 17 лет. В соревнованиях 22-го турнира по тэквондо приняли участие как те, кто недавно пришел в спорт, так и те, кто имеет заслуженные награды. Один из них Матвей Жердецкий. Он занимается тэквондо 9 лет. На первенстве Европы 2013 года занял 4 место. Я с 4 лет хожу, я не могу сказать точно число. А почему вам это помогло? Потому что, чтобы за себя мог постоять, чтобы не получить какие-то ситуации. Для самозащиты, можно сказать, и для того, чтобы было, что сказать своим детям. Ты являешься, может, у тебя разряд несколько лет? Да, второй юношеский разряд. Два юношеских. Получается, по тэквондо есть три вида спорта. Это ГТФ, ВТФ и ИТФ. У меня ВТФ и ГТФ два юношеских разряда. По итогам соревнований в командном зачете Матвей Жердецкий занял первое место. Турнир проходил два этапа. Это Хьонги, базовая техника, и Масуги, поединки. Среди участников соревнований были победители всероссийских турниров по тэквондо. В октябре месяце ездили на всероссийские соревнования «Московский турнир». Ребята, девочка Маркова Мария заняла первое и второе место. В двух разделах Масуги спарринг и Хьонги – базовая техника. Серебряков Игорь занял второе место по боям. Адамов Максимус занял первое место по Хьонгам. Это базовая техника. И Татаревич Виктор занял третье место по боям. По словам организатора, турнир прошел на достойном уровне, и ребята показали хорошую подготовку. Наше соревнование традиционное. Мы всегда ему уделяем очень большое внимание и относим очень трепетно к этому соревнованию. Уже с 95-го года традиционно мы включаем свой календарный план всех соревнований. Сколько возраст участников? Возраст участников у нас от 7 до… на этих соревнованиях 7-17 лет. По итогам турнира все участники получили памятные грамоты, а победители – заслуженные кубки и медали. Дмитрий Марков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Продолжение следует...